Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и пока меня не украли, добро пожаловать в новое видео. Я хочу сообщить тебе, что люди начинают понимать, биткоин может оказаться билетом на один единственный безопасный самолет из всех оставшихся. Посмотри на это. За последний месяц американские трежерис упали на 7,8%, золото на 5,7%, S&P 500 на 5%, и только биткоин вырос на 10%. О чем это говорит? О том, что мы являемся свидетелями рождения биткоина как нового безопасного пути. Мировой долговой пузырь. Лопается. Казначейские облигации США больше не являются средством побега инвесторов в безопасное место. Рынок начинает ценить тот факт, что биткоин защищает как от снижения ценности капитала, так и от рисков контрагентов. Мы уже видели это во время банковского кризиса в начале этого года, когда инвесторы покинули обанкротившиеся банки и превратили свои незастрахованные депозиты в биткоины. Сейчас глобальные облигации рушатся, а биткоин растет на фоне распродажи других активов. Разве это совпадение? Один раз – да, но несколько раз – это уже похоже на закономерность. Если честно, я бы добавил, что в случае глобального долгового кризиса, золото, скорее всего, тоже must have. И даже Илон Маск начинает это понимать. Что это за обман, который настолько нормализован в обществе, что люди даже не осознают больше, что это обман? Илон Маск ответил – фиатная валюта. Традиционные деньги. Миллиардер Пол Джонс, состояние которого составляет более 8 миллиардов долларов, является пионером современной индустрии хедж-фондов. Хедж-фонды – это защитные фонды, которые стремятся к минимизации рисков, а также ищут способы защиты от инфляции и так далее. Пол говорит, что биткоин – это то, чего нужно придерживаться всем хедж-фондам. Биткоин, он появился на вашем радаре в начале пандемии. Я думаю, он тогда торговался на уровне 8-9 тысяч долларов. И вы сказали тогда, я в деле. Ну да. И я думаю, что вы держали его до 60 с чем-то тысяч долларов, а затем и до 15 тысяч долларов. И додержали до сегодня, когда он стоит в районе 27. Да, честно говоря, я никогда не сидел в позиции так долго, просто чтобы вы знали. Так что же, вы все еще сидите в ней? Я с самого начала всегда говорил, что хочу иметь небольшую часть капитала в биткоине. Это единственная вещь, предложение которой люди не могут регулировать. Поэтому я всегда буду держать биткоин в качестве небольшой диверсификации в своем портфеле. Что я думаю сейчас о нем? В декабре прошлого года он мне нравился. Да и сейчас думаю тоже. Покупаете ли вы еще больше биткоинов? Ну, я бы, наверное, купил, но сейчас больше смотрю на золото. У биткоина сейчас есть большая проблема, потому что в Соединенных Штатах против него выступает весь аппарат регулирования. Ну да, в США хотят расчистить дорогу для цифрового доллара, и биткоин в эту картину мира не вписывается. Но так ли честно говорить, что против биткоина в США прямо-таки весь аппарат? Комитет по финансовым услугам Палаты представителей принял законопроект, направленный на блокирование ФРС США от возможности выпускать цифровую валюту Центрального банка. Этот законопроект еще не подписан, но уже получил огромную поддержку. По имеющимся данным, его поддержали 60 членов Конгресса, а также другие спонсоры, например, две ассоциации банкиров. Том Эммер, республиканец из штата Миннесота, снова представил закон о противодействии надзору за цифровыми валютами Центральных банков. Он пытался представить его еще в январе прошлого года, но тогда закон мало кто поддержал. На этот раз поддержки более чем достаточно. Вот что предлагает его закон. Он вносит поправки в закон о Федеральной резервной системе, официально запрещая ей, цитата, «выпускать цифровую валюту Центрального банка или любой цифровой актив, который по существу похож на нее, под любым другим названием или обозначением». Речь идет именно о розничных, а не про оптовые цифровые валюты. Ты, наверное, помнишь, что существует несколько версий ЦВЦБ, существует также и гибридная, но розничная – это то, что используют все физические лица, а оптовые цифровые валюты Центральных банков будут использоваться корпорациями и банками для расчетов по крупным сделкам. В своем выступлении на слушаниях в комитете Эммер назвал ЦВЦБ, цитата, «откровенно противоамериканской». То есть правительство собирается с ее помощью превратить финансовую систему в оружие против собственных же граждан. Он также отметил, что в США существует стремление к абсолютной слежке, что, конечно, ни для кого не новость. Этот аппетит к финансовому надзору, возможно, набирает силу. К сожалению, Белый дом издал указ распоряжения, в соответствии с которым Центральный банк должен срочно заняться разработкой цифровой валюты. Этот указ ясно дает понять, что администрация Байдена готова обменять право американцев на финансовую конфиденциальность на создание цифровой валюты Центрального банка. Таким образом, ЦВЦБ и ее внедрение подрывает американский образ жизни. Другой представитель-республиканец Фрэнч Хилл заявил, что он не верит в то, что Конгресс в конечном итоге поддержит создание цифрового доллара. Он считает, что ФРС не имеет никаких полномочий для того, чтобы реально продвинуться в создании цифрового доллара без разрешения от Конгресса. Именно об этом, кстати говоря, говорил Джером Пауэлл. По его словам, ФРС США должна получить зеленый свет от Конгресса для начала работы. Однако, как я уже говорил, это не совсем согласуется с тем фактом, что уже существует приказ президента США о разработке ЦВЦБ. Я, конечно, не специалист в этих тонкостях, во всех этих федеральных законодательных процессах, но разве Конгресс не должен сначала дать свое добро на создание и внедрение ЦВЦБ? Однако, несмотря на отсутствие этого разрешения, ФРС США уже провела ограниченную по масштабам проверку с несколькими крупнейшими банками США. Они не объявили о результате этих тестов, но по косвенным причинам кажется, что они весьма позитивны для них. Ведь Цитибанк, например, уже токенизирует депозиты клиентов. Мы уже токенизируем депозиты, пока только в США и Сингапуре, но в будущем добавятся еще пять стран. Что ж, здорово, что у нас есть этот внутренний токен, но нашим клиентам не нужен сети токен или другой банковский токен. Им нужна трансбанковская трансграничная ликвидность. Поэтому очень важно, что теперь у нас есть эта цифровая инфраструктура. Как они виляют. Никому не нужен наш токен. Мы его создаем, потому что всем нужна ликвидность. Но как бы не так. JP Morgan тоже собирается запускать банковские токены на основе блокчейна. Итак, теперь мы понимаем, что в настоящее время в Конгрессе существует значительное число противников создания ЦВЦБ. Причем некоторые из них даже поддерживают биткоин и крипто. И поэтому требуют увольнения Гэри Гэнслера, который, по их мнению, подрывает Соединенные Штаты своей антикриптополитикой. Но на слушаниях в финансовом комитете выступали политики, которые открыто поддерживают создание ЦВЦБ. Например, профессор Колумбийской школы права Рауль Карилла сказал, «Мое мнение таково, что Соединенные Штаты обязаны играть ведущую роль в создании национальных цифровых валют, ведь это неизбежный процесс, который будет происходить во всех странах мира. Очевидно же, что мы идем в мир фиатных цифровых валют». А в начале сентября демократ и член финансового комитета Стивен Линч предложил новый законопроект о создании несколько иной версии ЦВЦБ. Его предложение предусматривает создание цифрового доллара, который не будет основан на блокчейне, но будет иметь функцию контроля пользователей, хотя пока не ясно, какую именно. Линч предложил закон про электронную валюту, который бы позволил казначейству США запустить цифровой доллар, который, по сути, был бы цифровой валютой Центрального банка, но не на блокчейне, а обычным цифровым фиатом. Как видно, впереди полная неизвестность. Мы видим и поддержку запрета ЦВЦБ и ее сторонников. Учитывая противостояние части Конгресса с комиссией по ценным бумагам и биржам США вокруг криптовалют, я могу уверенно сказать, что финансовая система в США находится в состоянии гражданской войны за будущее, результаты которой сильно повлияют как на Соединенные Штаты, так и на весь мир, в том числе и на криптовалютный. А в криптовалютном мире нас ожидает халвинг биткоина уже в начале мая 2024. Именно поэтому в этом видео я также хочу ответить, пожалуй, на самый главный вопрос всех криптоинвесторов. Как высоко вырастет биткоин в следующем цикле? И когда нужно будет продавать криптовалюту, которую мы накапливаем весь медвежий рынок? Каков же план выхода из криптовалюты для максимального профита? И, наконец, вопрос. При каких условиях из криптовалютного рынка выйду я? Эта стратегия будет построена на одном ключевом принципе – ориентиры. Например, распределение активов – это, пожалуй, наиболее важная вещь, которую может сделать любой инвестор. А как мы узнаем, что делать с нашими собственными деньгами? Если мы изучим несколько различных инвесторов, крупных и мелких, то у нас будет достаточно ориентиров, чтобы понять, что делать со своими деньгами. Сейчас мы разберем пять ориентиров, которые накопились за последние несколько месяцев и которые могут дать понимание, когда нужно продавать для максимальной прибыли. Итак, первый ориентир – это Рауль Паул, один из лидеров мысли в этой области. Это не значит, что мы должны абсолютно его копировать. Нет, мы просто используем его в качестве одного ориентира из многих. В нескольких своих интервью он упоминал, что, по его мнению, в следующий раз биткоин вырастет в три раза больше, чем раньше, а эфириум – в пять раз больше. Так, на пике капитализация рынка криптовалют составляла около трех триллионов долларов. Рауль Паль считает, что на пике следующего цикла она достигнет примерно 10 триллионов долларов. Таким образом, наша первая цель по цене биткоина составляет около 200 тысяч долларов. Следующий ориентир взят из одного из моих любимых графиков, который называется «Cycle Low Multiple». Я люблю этот график, поскольку он четко показывает различные циклы, которые мы наблюдали в криптовалюте. Синий график – это первый цикл, затем второй цикл, третий цикл и четвертый, в котором мы сейчас находимся. Здесь отображен красным графиком и он еще не закончен, понятное дело. Мы находимся приблизительно вот здесь, если сравнивать с прошлыми циклами. Эти циклы основаны на халвинге, который обозначен здесь в вертикальной линии на отметке 0. Этот график не просто так называется «Cycle Bottom», ведь он измеряет поведение циклов от самого дна цикла до его пика. Благодаря этому мы можем заметить, что каждый раз количество иксов, на которые рос биткоин от низа до пика, уменьшалось. Ведь гораздо легче умножить на 200 биткоин тогда, когда он стоит 1 доллар. Но когда он стоит 25 тысяч долларов, чтобы умножить его на 200, нужно гораздо-гораздо больше денег. Поэтому по мере того, как циклы продолжаются и все больше и больше денег приходит в эту сферу, инвесторы в биткоин будут получать все меньшую отдачу. К примеру, в первом цикле, вот этом синим, доходность была чуть более 200 иксов. Во втором цикле она снизилась до чуть более 100 иксов. Ну а в третьем цикле доходность оказалась чуть более 20 иксов. Таким образом, теперь мы можем сделать разумный прогноз того, где будет пик в следующем цикле. И я думаю, что разумный прогноз с самого низа цикла до самого пика в новом булране – это 5 иксов. На blow-off топе, я думаю, будет момент и в 10 иксов. Но крайне непродолжительно, а на графике затем он останется в виде тени свечи, а не ее тело. То есть на пике доходность нового булрана для биткоина окажется в 2-4 раза меньше предыдущего в 2021. И если дно биткоина было 15 тысяч долларов вот здесь, то на самом пике нового булрана на основе этого индикатора он будет стоить около 150 тысяч долларов. Третий ориентир касается рисков первого. Идеально поймать вершину не получится, поэтому я оставил для себя опцию с более низкими рисками для прогноза Рауля Паля о том, что рынок вырастет в 3 раза. Если мы хотим дать себе буфер, взять на себя меньший риск, то мы можем уменьшить его видение до 2 иксов. Это дает нам цену биткоина в 138 тысяч долларов. Это очень интересно, потому что если цена поднимется до 150 тысяч, то именно этот уровень может стать отличной точкой выхода, так как ты выйдешь почти в идеальное время, вместо того, чтобы пытаться поймать пик в 150 тысяч долларов, который может не случиться. И вместо этого пика ты вполне можешь получить новый медвежий рынок в подарок. Таким образом, я считаю, что это очень интересная ценовая цель, потому что она в 2 раза выше предыдущего пика в 69 тысяч долларов. А значит, для многих она будет психологически важной отметкой. Ориентир номер 4 это план B, создатель модели stock-to-flow ratio для биткоина. Когда речь заходит про инвестиции в биткоин или криптовалюту, мы можем сделать это разными способами. Можно просто купить в самом начале, а затем просто держать и держать и держать все это время. Можно усреднять позиции по доллару, докупая каждое серьезное падение. Или же покупать каждую неделю или каждый месяц в течение нескольких лет. Также можно попробовать правильно определять самые нижние и самые высокие точки цены, что нереально сложно сделать. Именно поэтому это практически стопроцентная возможность потерять все свои деньги. Что ж, план B проанализировал прошлые циклы, которые мы только что с тобой рассмотрели, и пришел к интересному выводу, что также можно купить биткоин за 6 месяцев до халвинга, а затем продать его спустя 18 месяцев после. Он утверждает, что исторически в различных циклах именно такая формула позволяет заработать больше всего денег. Полгода до халвинга. Это ноябрь 2023. 18 месяцев спустя. Это октябрь 2025. Таким образом мы получаем точку отсчета, где будет вершина цикла, если она будет следовать предыдущим циклам. Это очень важная дата, на которую следует обратить свое внимание. Октябрь 2025. Очень хорошая, полезная и уникальная точка отсчета от плана B. И, наконец, ориентир номер 5. И на этот раз это цель другого типа. Это денежная цель. Здесь мы не обращаем внимания на тайминги, не ждем 10 иксов или октября 2025. Мы ставим конкретную денежную цель. Например, 122 тысячи долларов. Когда твой портфель будет столько стоить, ты берешь и продаешь. Или же 500 тысяч долларов. Или миллион. Это зависит от того, насколько разные суммы у разных людей. Но в чем преимущество этого ориентира? В том, что если ты просто инвестируешь в биткоин, то эта стратегия, вероятно, не будет правильной. Но если у тебя есть несколько различных альткоинов, то эта тактика будет очень-очень полезной. Скажем, один из ваших альткоинов абсолютно взорвался и сделал 100 иксов. И твоя денежная цель достигнута. Не стоит ждать еще больше иксов от этого альткоина. Просто фиксируй прибыль. Ты уже выиграл эту игру. Иначе может случиться так, что эти 100 иксов превратятся в 10, а затем и в 0. А затем он обвалится ниже твоей точки покупки. Например, ты купил сэндбокс за 80 центов, а он взлетел до 8 долларов. Ты сделал 100 иксов. Но твоя жадность взяла верх, и ты ждешь, когда он вырастет еще больше. Но вместо этого он взял и упал. Но затем цена отскочила, и ты опять обрадовался. У тебя появилась надежда, что это было ложное падение. И так до тех пор, пока цена не упала до 30 центов, в итоге ты еще и в минусе оказался. Поэтому обязательно ставь денежные цели. Такое бывает очень часто, когда на бычьем рынке какая-то монета растет и растет, и твое чувство жадности не дает тебе продать свои монеты. Таким образом, ты можешь пропустить точку фиксации прибыли, да и еще оказаться в ситуации, когда придется держать большие убытки неизвестно сколько. Возможно, вечно. Итак, у нас есть 5 ориентиров. Давай соединим их все вместе. И выглядит это следующим образом. Итак, я бы сказал, что если ты просто держишь свои криптовалюты до тех пор, пока биткоин не вернется к своему предыдущему историческому пику, в 69 тысяч долларов, я бы назвал это низким риском. Я думаю, что эта точка выхода будет немного ранней, но для тех людей, которые просто не хотят рисковать, хотят быть уверенными в том, что получат прибыль, это хороший вариант. Вторая стратегия дождаться пробития 100 тысяч долларов биткоином. Это стратегия среднего риска. И моя личная цель для продажи будет около 125-138 тысяч долларов, но я могу ее поменять. Даже несмотря на то, что я думаю, что биткоин будет стремиться к 150, моя цель выйти немного раньше. Я уже переживал две криптозимы. И хотя мне нравится видеть, как мои деньги растут в 10 раз, а затем теряют 80%, и мне нравится следить за этим рынком, снимать эти видео, особенно если их смотрит 20 тысяч человек, что очень-очень немало, скажу честно, я планирую не участвовать в следующей зиме после нового булрана. Потому что, откровенно говоря, эта криптозима меня сильно утомила. Гораздо сильнее, чем предыдущая. Даже несмотря на то, что условия, в которых я ее переживаю, значительно улучшились с 2018 года. С ростом биткоина выше 130 вплоть до 200 тысяч долларов, мы попадаем в стратегию очень высокого риска. Если ты хочешь дождаться 200 тысяч долларов, я бы сказал, что ты сильно рискуешь оказаться в новой криптовалютной зиме. Найдутся люди, которые будут думать, что мы входим в суперцикл, в котором больше не будет краха и будет вечный рост. И, возможно, они окажутся правы. Но готов ли ты поставить на это? Это очень высокий риск. Если ты все-таки хочешь дождаться 200 тысяч долларов в этом новом булране, имей в виду, что тебе, возможно, придется пережить еще один мощный обвал перед этим. Еще одну криптовалютную зиму, которая наступит после достижения биткоином нового исторического пика. Также у меня есть и денежная цель. И она будет зависеть от того, сколько денег у меня на самом деле окажется в криптовалюте. Если в ближайшие месяцы криптовалюта будет падать, я буду покупать больше биткоина. А значит, моя денежная цель изменится. Поэтому, как только биткоин пробьет отметку в 50-40 тысяч долларов, я буду знать, что игра началась. И смогу установить официальную денежную цель для себя, при достижении которой я обязательно что-нибудь продам. Мой личный план состоит в том, чтобы купить еще несколько объектов недвижимости без ипотеки и кредитов в нескольких странах мира. Конечно, я планирую снова инвестировать в криптовалюту уже после того, как биткоин достигнет нового исторического пика, на котором я зафиксируюсь, а затем снова обвалится и начнется новая криптозима. После этого я, конечно, буду агрессивно накапливать позиции. Надеюсь, к тому времени появится какой-нибудь хороший криптовалютный фонд от какого-нибудь Vanguard, Fidelity или Grayscale. Я также устанавливаю и денежную цель, и цель по времени. И когда сработает хоть один из этих ориентиров, я выйду из игры, которую на 100% выиграю. Да, я снова вернусь после того, как биткоин опять обвалится. И также важно отметить, что какую-то часть биткоина я не продам уже никогда. Таким образом, моей личной целью для продажи является цена биткоина в диапазоне от 125 до 138 тысяч долларов. Это около 400% прибыли от сегодняшней цены. И, вероятно, гораздо, гораздо больше для моих альткоинов. На этом все. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Здесь мы регулярно говорим о криптовалюте, экономике, цифровых деньгах и так далее, так далее, так далее. Ну а меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!